На Ивановский берег нахлынула волна здоровья. Наш регион впервые вошел в маршрут следования теплохода Василий Чапаев с ведущими докторами страны на борту. В четверг утром плавучий медицинский центр пришвартовался в Плёсе. Основная цель акции «Волна здоровья» – оказание адресной помощи детям, страдающим врожденными пороками сердца, нарушениями органов слуха, зрения и другими заболеваниями. В Ивановской области это более 120 человек. Мы очень благодарны, что Ивановская область первый раз вошла в эту акцию «Волна здоровья». Это действительно помощь и нашим пациентам, чтобы не выезжать за пределы Ивановской области, получить консультации ведущих специалистов федеральных учреждений, а также помощь нашим специалистам. Совместно с нашими специалистами, то есть отработка и лечение, и дальнейшая тактика ведения данного пациента. Каждого изначально консультировал наш главный мне штатный специалист. И с каждым ребенком, помимо родителей, естественно, его представляют наши специалисты, зная всю историю болезни ребенка. На теплоходе больше 20 кают, где прием ведут одни из лучших докторов страны. Здесь сосредоточены разнопрофильные специалисты. К каждому выстраивается очередь из маленьких пациентов и их родителей. Счастливая возможность попасть к лучшим московским специалистам. У нас лор-проблемы. В Иванове нам в поликлинике, как говорится, не сильно могут помочь. Может быть, получим приглашение на лечение в Москву. Специалисты изучают историю болезни, осматривают, беседуют с пациентом, родителями и их лечащим врачом. В распоряжении медиков передовая техника. Сложные случаи, когда на уровне региона квалификации специалистов или технической возможности помочь не хватает, встречаются. Но это скорее исключение, чем правило. Зачастую просто нужна вторая точка зрения. Изменение диагноза в большинстве случаев не наступает. То есть здесь идет вопрос, первое, подтверждение. А второе, если за этим конкретным заболеванием у ребеночка происходит постоянное регулярное наблюдение и мониторинг, надо правильно избрать время продолжать наблюдение, чтобы оно полностью исчезло. Потому что вот тех мер, которые принимаются на местах, достаточно. Или вовремя направить в федеральный медицинский центр, чтобы не произошел какой-то кризис с этим заболеванием. Ну вот мы прошли Московскую и Ярославскую область. Было осмотрено более 140 детишек. И около 80 были направлены, как раз получили направление в федеральные центры. Кроме Плеса, в Ивановской области доктора волны здоровья также сделали остановку в Кинишме, куда из областного центра и соседних муниципалитетов была организована доставка желающих попасть на прием. Кроме адресной помощи детям, волна здоровья несет и еще одну цель, больше просветительскую. Напомнить взрослой части населения о важности ведения здорового образа жизни и своевременного прохождения диспансеризации. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново, Приволжский район.